Друзья, мы с вами сегодня поговорим о довольно резком повороте в хронике человечества, в истории человечества. И вы, наверное, знаете, что в исторической науке даже принято такое выражение, как перекрёстки истории. Действительно, есть такие судьбоносные моменты в истории всего человечества, а не одного человека или даже целой страны. И вот, как писал довольно известный французский историк XX века Андре Бонар, после Гавгамел, исторической битвы, о которой мы с вами довольно подробно говорили, история сделала такой резкий поворот. Это была не просто очередная битва, а впервые столкнулись два континента – Европа и Азия. Оба эти названия, кстати, придумали греки, греческие слова. И о том, откуда происходит название Европы, мы с вами говорили, касаясь этого интересного мифа. А вот что касается Азии, то греки не имели довольно чёткого представления о географических границах этого континента. Но на самом деле, на сегодняшний день Азия – это один из четырёх самых крупных, может быть, даже самых крупных из четырёх, вернее, континентов. Занимает он 43,5 миллиона квадратных километров. И вот я посчитала, на территории Азии так или иначе располагаются 47 стран. Но некоторые из них частично, такие страны, как Россия, Казахстан или Египет. Но, в принципе, 47 стран. Это на сегодняшний момент устоявшаяся граница. Граница, как вы знаете, проводится между Европой и Азией по Уральскому хребту. Но вот тогда Азия и Европа впервые столкнулись не только лицом друг с другом, но европейский человек стал царём Азии. Дело в том, что, если я вас спрошу, давайте так попробуем немножко отвлечься, вы знаете, кто был последним из династии Ахименидов, величайшей азиатской династии, династии огромной Азиатской империи? Кто был последним из Ахименидов? Мы довольно много называли этих царей. Я думаю, что, скорее всего, скажете неправильно, какое-нибудь имя известного персидского царя. На самом деле, последним из Ахименидов был Александр Македонский. Вот он принял на себя этот титул, вернее, он его завоевал, он его добыл с помощью своих воинов. И, собственно, на самом деле, это не просто достижение одного какого-то человека, это вот и есть такой довольно большой поворот человеческой истории. Потому что, если, скажем, подобное совершает человек с мелкими такими личными интересами, то на этом человеке всё и заканчивается. Но в данном случае культура двух разных континентов, двух частей света, скажем так, она стала взаимопроникать друг в друга. И вот, собственно, и образовалось то явление, о котором мы с вами довольно подробно говорим, явление эллинизма. Когда смешалась культура Европы и Азии, в прямом и переносном смысле слова, очень интересное явление, потому что, в принципе, этот процесс, начавшийся с войны, мог бы идти довольно мирным путём и взаимовыгодным для обеих сторон. Но вы, наверное, не хуже меня знаете, что до сегодняшнего дня Восток и Запад не могут найти между собой такого мирного сосуществования. И вот история эллинизма, наверное, поэтому имеет для нас довольно такое животрепещущее значение. Это не просто дела давно минувших дней. В общем-то, любая история, если по-настоящему задуматься, имеет отношение к нашему сегодняшнему дню. Я даже думаю, что, может быть, через одну-две передачи я приглашу в студию студенческую молодёжь, которая занимается вот этой проблемой. И, к сожалению, сейчас не очень много людей понимают значение истории, занимаются ею. Это не очень оплачиваемая профессия на сегодняшний день, в отличие от юриспруденции или экономики. Но, тем не менее, такие люди есть, которые действительно с большим энтузиазмом занимаются. Не только историей нашей страны наиболее широкими вопросами. Я думаю, что такой разговор в студии с несколькими собеседниками будет довольно интересен. И даже если вы пришлёте какие-то свои мнения по этому вопросу, то мы их потом обязательно озвучим. А пока я напомню, что мы с вами остановились на том, что столицы Великой Империи стали сдаваться без боя на милость победителя. И, собственно, вот этот процесс эллинизма, такого непосредственного слияния двух народов, он, в общем-то, после двух больших битв шёл довольно мирным путём. Вавилон, величайший город Востока, о котором мы с вами сегодня поговорим. О его сказочных богатствах, как вы знаете, писали практически все греческие путешественники. Сузы, летняя столица резиденции Ахименидов. Вот именно отсюда, по горным тропам, в конце 331 года до н.э. Македоняне отправились к самой древней столице Персидской империи, в сердце её Персиду, то есть в исконную родину этого народа, в город Персиполь, так его называли греки. Это был город главных сокровищ и царских гробниц. Дальше они пришли в город Пасаргады, самый священный город, вернее, самую древнюю столицу Персии, и Экбатану. Все эти названия, все эти города, о которых мы с вами более или менее подробно поговорим, это величайшие города в истории человечества, эти названия были далеко не чужды эллинскому уху, благодаря, например, поэмам Эсхила, как вы знаете, участника знаменитых морских сражений с персами у берегов Эллады. Ну а теперь земля самой Персии осваивалась греками вместе с пылью на их сандалиях, вот если так образно сказать. Как писал великий французский философ-просветитель Монтескиен, битва при Арбеллах сделала Александра господином всей земли. Он преследует Дария по пятам, не оставляя ни одного убежища во всем его царстве. И Дарий вступает в свои города и области только для того, чтобы тотчас же бежать далее. Переходы Александра так быстры, что господство над миром как будто бы стало не столько вопросом борьбы и победы, сколько награды за состязания в беге, как на играх в Греции. Ну, я думаю, что сейчас на этот счет существует немножко другая точка зрения. В данном случае особенный интерес у нас должно вызывать не сам момент продвижения или триумфального шествия этого человека, а вот сообщение о том, что после битвы при Гавгамеллах Александра превозгласили царем Азии. Я думаю, что на этом мы сегодня остановимся чуть подробнее, потому что на самом деле вот это решение македонского собрания имело решающее историческое значение. На самом деле они как бы дистанцировались от своей маленькой далекой родины и стали претендовать на создание новой цивилизации, в конечном счете, новой цивилизации азиатской, которая создавалась руками европейцев. Скорее всего, далеко не все понимали, что стоит вот за этим решением. Понимали, я думаю, только люди, занимавшие высокие посты. И, кстати, не все с этим были согласны. Я тоже об этом скажу. Но, в принципе, вот это историческое решение могло быть принято только македонским войсковым собранием, поскольку вот такой пережиток военной демократии еще сохранялся в этой армии. И, собственно, это решение придавало ему значение государственно-правового акта, величайшего исторического значения. Вообще термин «царство Азии» входил сначала в титулатуру великих царей Ахименидов, хотя, в принципе, персы первоначально не были знакомы с таким географическим понятием, как Азия. Я уже говорила, что оно греческого происхождения. И царская персидская титулатура обычно включала слова «великий царь», «царь царей», «царь земель» или «царь обширной земли», вот так они называли себя. Однако в своих дипломатических осношениях с эллинами Ахимениды не только познакомились со словом Азии, но даже стали употреблять его и довольно активно. Хотя, еще раз повторяю, вот границы самой Азии оставались довольно долго нечеткими, потому что частично эти границы охватывали также и Ливию, то есть уже Африку. Сам Александр впервые упоминает вот этот термин «владыка Азии» в своем первом письме к Даре в 333 году до н.э., где он требовал признать себя владыкой, владыка, причем звучит там даже более категорично, безусловно, чем царь. И, кстати, вот тогда уже был сделан такой сильный акцент на понятии «всей Азии». Надо сказать, что македонец обосновал свои притязания, вот такие безграничные, на основе нескольких причин. Ну, во-первых, своих побед, которые он расценивал как божий промысел, недаром его в Египте провозгласили сыном бога Омона. Во-вторых, вот, собственно, провозглашением македонским собранием для эллинов, это был государственно-правовой акт большого значения. Собственно, пятью годами до того момента, о котором мы с вами сейчас говорим, именно восковое собрание поразгласило царем Александра. И вот теперь это собрание, вероятно, опьяненное своей властью, только что одержанной беспримерной победой, присоединило к титулу своего молодого царя вот еще такую титулатуру, как «царь Азии». Вот этот титул даровал ему победоносное, но уже, в общем-то, оторвавшееся от своей родины македонская армия. Вообще, старомакедонские военачальники Филиппа довольно отрицательно относились к безграничной жажде завоевания и к неудержимому стремлению Александра вот к этому титулу великого царя. Давайте мы сейчас с вами на первом слайде посмотрим статую Александра, найденную на греческом острове Делос, ныне она находится в Лувре. Но вот войсковое собрание, состоявшее преимущественно из крестьян и пастухов, всегда было тесно связано с царем, более тесно, чем с сознатью, и при необходимости вот эти бывшие пастухи и крестьяне всегда могли составить противовес неблагожелательно настроенным к Александру военачальникам. И после битвы при Гавгамеллах войсковое собрание поддержало царя, не считаясь с оппозиционными настроениями знать. Они, в общем-то, отказались от включения азиатских завоеваний в состав македонской территории. Вот это вот очень важно понять. То есть они не присоединили Азию к своей маленькой стране, они отказались от включения новых азиатских завоеваний, которые мы с вами говорим, в состав своей македонской территории. И признали существование такого нового юридического образования, как азиатское государство или азиатское царство. Причем вот это азиатское царство принадлежало одному человеку, их царю, и оно не зависело от Македонии. На самом деле это имело очень глубокие идущие последствия в истории. Сами воины, я думаю, не понимали того, что они объявили себя вот этим решением, этим актом, готовыми ко всем войнам, которые еще предстояло вести для завоевания вот этого азиатского царства. Если раньше греки на протяжении почти 250 лет своей истории боролись с перцами и стремились к войне отмщения, вот на том этапе, о котором мы с вами сейчас говорим, эта война отмщения практически закончилась. Можно было пойти домой, собрать все вывезенные когда-то перцами греческие скульптуры, свои драгоценности и уйти домой. Но македонское собрание от этого отказалось. Не знаю, по каким причинам. Я думаю, что потому, что, например, Александр был хорошим оратором. И, в принципе, если бы Александр захотел, то вот после этого государственного правового акта он мог вот с этой минуты включить в свои завоевательные походы Индию, всю Африку, все, что он захотел, потому что они создавали новое государство, царство Азии. И, в принципе, вот такие походы потом и были осуществлены. Давайте мы сейчас на следующем слайде посмотрим одну из многочисленных карт, которые посвящают вот этим беспримерным походам. Вы видите здесь и Вавилон, о котором мы сегодня поговорим, вот Сузы, Пасаргады, Персиполис. Видите, да, вот все эти знаменитые столицы Великой Персидской империи, ведь там же было несколько столиц. Правда, здесь очень много черных стрелок, дело в том, что они уходят как бы за границы нашего слайда в Индию и возвращаются обратно. И вот если кого-то будет изумлять, почему же, собственно, воины, вот эти несчастные воины, которые под конец совершенно оборвались, даже копыта лошади стерлись, почему они ходили за Александром так беспрекословно? Дело в том, что они в этот момент, о котором мы с вами говорим, они сами приняли такое решение. Та война, отмещение было закончено. Они объявили о создании новой цивилизации. И с помощью войскового собрания, которое долго не понимало, что происходит, Александр в последующие четыре года полностью подавил сопротивление командных лиц, которые не хотели, например, того, что хотел царь. А сами воины, пожалуй, только в Индии, где они столкнулись с невероятнейшими сложностями даже для выносливого македонского организма, и на обратном пути из Индии, они только по-настоящему поняли, что за решение они приняли в упоении своей вот той великой Гавгаменской победы. И вот тогда в городе Описи, я думаю, что мы об этом чуть-чуть попозже поговорим, они взбунтовались. Хотя, в принципе, они сами когда-то приняли такое решение идти за своим царем и создавать новую цивилизацию. Они взбунтовались. И, собственно, в Индии уже даже Александр стал создавать такие отряды недовольных, ну, скажем так, своеобразные штрафбаты, куда он собирал людей, которым он не доверял. Потом он даже стал вот эти отряды недовольных отсылать на родину вот тех самых людей, которые в Гавгамеллах были так покорны его воле. Но на самом деле они не поняли, что государственная акция, совершенная после Гавгамел, поколебала независимость македонской армии, если, можно так сказать, не свела ее на нет. Ну, это касалось судьбы вот тех конкретных людей. А вообще, на самом деле, несмотря на те дикие трудности, которым пришлось переживать, они действительно приняли решение исторического характера. Они стали создавать новую цивилизацию, где воедино должны были бы слиться самые разные люди. Варвары и неварвары. Да, вот греки и персы. Персы для греков все-таки были варварами. Должна была создаться, видимо, какая-то единая общность, человек с единой культурой. Даже я не знаю, осуществимый ли вообще процесс, и стоит ли о нем говорить. Молодые люди, наверное, подумают, что нет. А вот кто постарше, все мы проходили в любом ВУЗе безотносительно, марксизм-ленинизм, марксистскую политэкономию и так далее. Я вам просто напомню, что мы всегда говорили о такой фантастической идее, тогда она оказалась реальной, создании единой общности, новый советский народ. Вот, в принципе, казалось бы, те идеи, которые длились очень давно, во времена Александра, имели свое такое довольно конкретное продолжение со всем нашим недавним прошлым. Вот я, например, изучала это, мне этим, скажем, угрожали, или обещали это под видом светлого будущего. Я хочу сказать, что в молодости я не очень критически задумывалась подобными предложениями, но я помню, мне казалось, что это невозможно. Я не могла себе представить, как это вот сотрутся все национальные различия, будет какая-то такая единая общность. Люди же все разные, даже разные чисто по внешнему облику, по своей культуре, по своим традициям. Это очень хорошо, что все люди разные. Но на самом деле, в разные периоды человек так или иначе хочет почему-то создать людей одинаковых, чтобы все были одинаково счастливы, одинаково бедны. Вот, в общем, не одинаково богаты, одинаково бедны, скажем. Чтобы у всех было какое-то все одинаковое. И даже доходит иногда в своих притязаниях на эту одинаковость до заявления, вот будет какая-то единая общность, единый народ. Я сразу оговорюсь. Вот в эпоху эллинизма так жестко этот вопрос не ставился. Там это было естественным, довольно приятно. Эта эпоха оставила после себя замечательную культуру, между прочим. Когда это идет естественным путем, то приводит к вполне естественным и приятным результатам. И эпоха эллинизма – это как раз взаимное обогащение Востока и Европы друг другом. А вот что касается, скажем, единобочности советского народа, я вспоминаю такую лекцию по истории партии, вот когда нам об этом говорили, немножко отвлекусь, но мне кажется, это довольно интересное сравнение. У нас был семинар, и на первой партии сидела корейская девочка по фамилии Тхай, с такой ярко выраженной корейской внешностью. Вот глядя на нее именно, преподаватель стал расписать, какие мы все будем одинаковые. Я помню, как у Эльзы вот просто расширились ее не очень широкие глаза, именно от ужаса. Видимо, ей тоже стало очень страшно, когда она представляла, что все будут одинаковые. И преподаватель говорит, что страшно? И Эльза говорит, да, очень. Она говорит, ну это будет. Вот. Так что, как говорится, человек предполагает, а Господь располагает. Вот у нас этого не случилось. Надо сказать, что и у Александра этого до конца не произошло, ну по разным причинам, но зато у него после его походов, в общем, мне кажется, было более положительного, чем после распада нашей Советской империи. Ну а сейчас, возвращаясь вот, собственно, к началу того процесса, когда непосредственно Азия и Европа стали вступать в такой тесный контакт друг с другом, я хочу вам напомнить, что Дарий отступил с большей частью своего войска в Мидию и создалось положение, аналогичное тому, как и после победы под Иссой. То есть Александр отказался от преследования великого царя, поскольку его привлекали вот древние центры этой азиатской культуры. И Вавилон, и в первую очередь Сузы, главная резиденция и сокровищница Ахименидов, где хранились несметные сокровища Азии, этот континент всегда был очень богатым. И Александр тотчас же выслал, особенно в Сузы, своих полномоченных лиц, разумеется, под охрадой нескольких эскадронов-всадников. Например, в Сузы поехала военная экспедиция во главе с Филоксеном по прямому пути, чтобы сразу принять капитуляцию этого города и казну. Ну, а главной силой направились Вавилон, о котором мы с вами немножко говорили в предыдущей лекции. Отправились очень быстро, потому что в Арбеллах началась страшная эпидемия после того, как некому было захоронить тысячи трупов персов, ну, в первую очередь персов и павших лошадей. Первоначально македонцы двинулись в район Киркука, кстати, очень богатой нефтью. Вы знаете, что в Месопотамии двуречья нефть вообще выходит практически на поверхность, и, между прочим, это послужило причиной того, что именно в этом регионе люди в свое время начались делать беспримерные постройки, производить кирпич, делать великолепную кладку, мы еще об этом поговорим. Греки не были так близко знакомы с нефтью, и поэтому вот в этом районе Киркука македонцев очень заинтересовали опыты с нефтью, которые им показывали. Вы, может быть, знаете, что уже в древности человек как бы открыл довольно полезные средства этого ископаемого. Люди принимали нефтяные ванны и даже принимали нефть внутрь. Я, правда, не совсем уверена, что это полезно, но они считали, что это полезно. И вот один из, смотрите, таких нефтяных ванн большой шутник как-то для того, чтобы показать Александру, что может нефть, вымазал вот этой нефтью одного из мальчиков-прислужников и поджег. С большим трудом удалось сохранить несчастному жизнь, но после такого неудачного опыта войско двинулись дальше и подошло уже практически к Вавилону, самому сказочному городу востока города Азии. Город был очень укреплен, но мы уже и говорили об этом городе, и еще немножко поговорим. И поэтому, в общем-то, Александр был готов к очень длительному сопротивлению, однако выяснилось, что один из главных военачальников Дарья Мазей, тот самый, который командовал правым флангом и бежал в конце боя с поля битвы, скрывшись в густых облаках пыли, что вот он, вавилоняне, и жрецы больше думали о торжественном приеме противника, чем о битве с ним. И во время вот этого последнего перехода от нефтяных районов к Вавилону совершилась на самом деле сделка между Александром и персидским сатрапом Мазеем, поскольку один был заинтересован в бескровной сдаче города, а другой в сохранении своего положения при новом режиме. Но, несмотря на эту сделку, Александр отнюдь не доверял своему недавнему противнику, в общем, задолго до товарища Сухова. Александр знал, что Восток делал тонкое и, в общем, поэтому не доверял. Поэтому вступал он в Вавилон все равно в боевом порядке, готовый к любому вероломству. Но вероломства этого не было. В Вавилоне, как мы с вами начали говорить в нашей последней лекции, действительно была устроена торжественная встреча с жрецами, аристократией. Вот эта торжественная встреча означала сдачу без всяких каких-либо условий. То есть древнейший город азиатского континента, ну, можно сказать, историческая столица, Караса, Халдей, золотой город, как его назвали, он сдался без всяких условий. Перс Богофан передал ключи от городской казны, Александр триумфатором вступил во владение городом и крепостью. И более того, вот этого человека, Мазея, который дважды позволил ему почему-то форсировать реки, мы об этом с вами говорили, он, видимо, все-таки на самом деле в глубине души доверяя, назначил управлять такой важной областью своей будущей империи, как Вавилония, потому что до этого Мазей был сатрапом всего-навсего Сирии. Вот как написал об этом историческом моменте, когда часы истории, на самом деле, начинали новый отчет, Квинт Курцеру в своей книге пятой. Вот давайте на следующем слаге мы с вами посмотрим руины Вавилона, пока я немножко почитаю. Когда Александр приближался к Вавилону, Мазей смиренно вышел к нему со взрослыми своими сыновьями и сдал ему на милость город и самого себя. Приход его был приятен царю, иначе предстояла бы трудная осада столь укрепленного города. Казалось также, что столь знатный, столь опытный, прославленный в недавних сражениях муж может своим примером побудить к такой же сдаче и других. Ну, собственно, это и случилось. Царь благосклонно принимает его с детьми, хотя, впрочем, показывает войску идти будто бы на бой, входить в город квадратным. Строем в голове его ушел сам. Много вавилонян стояло на стенах, ожидая скорее увидеть нового царя. Еще больше их вышло навстречу. Среди них был хранитель крепости и царской казны, и чтобы не отстать в усердии от Мазея, он устлал весь путь цветами и венками. Поставил с двух сторон улицы серебряные алтари и выжигал на них не только фимиам, но и всякие другие благовония. Дальше следовали подарки, стада мелкого скота, табуны лошадей, в клетках везли львов и барсов. Затем шли маги, певшие по своему местному обычаю. За ними халдеи, вавилонские прорицатели. Первые обычно прославляли царей, а другие указали движение светил, устанавливали смену времен года. Последними шли всадники, украсившие себя и своих коней, выставляя на показ больше роскоши, чем свое величие. Царь в сопровождении вооруженной свиты приказал толпе горожан найти за последними пехотинцами, въехал в город, потом в царский дворец на колеснице. Вот давайте на следующем слайде мы посмотрим знаменитую картину Шарля Лебрена, придворного французского художника 17 века, который хранится в Лувре, и так и называется «Торжественный въезд Александра Вавилон». Вот на следующий день после этого торжественного въезда Александр осматривал имущество Дарьи, денежные запасы. Ну, надо сказать, что красота и древность Вавилона не без оснований привлекли к себе взоры не только царя, величественными стенами, башнями, белыми высокими террасами, роскошными садами должен был, очевидно, показаться чем-то вроде сказочного миража в пустыне, тем более, что вокруг действительно местность довольно безрадостная. А кирпичные стены Вавилона, например, были столь широки, действительно, как и писал Геродотик, на них, например, могла проехать колесница с запряженной четверкой лошадей. Не менее впечатляющей вообще была и сама торжественная процессия с трубами, ударными инструментами, о которой я сейчас читала, процессия, которая вышла встречать Александра. Но для нас важнее, вот если мы будем так с историко-юридической точки зрения рассматривать этот эпизод, для нас важнее, что в этом городе перцы присягнули Александру. То есть не просто его встретили с этими трубами, ударными инструментами, магами, венками и благовониями, но они тоже совершили государственный правовой акт, они присягнули, и причем назвали пришедшего человека иной крови, иного цвета кожи, назвали великим царем Азии. То есть вот в Вавилоне как бы та акция, о которой мы с вами говорим, в этой лекции она и совершилась. Совершилась в очень торжественной обстановке, вообще создавалось впечатление, что Восток буквально открывает свои объятия. Вообще хорошо, если бы так было, да? Вот Восток бы открывал свои объятия, Европа бы открывала свои объятия, все было бы здорово. На самом деле и на сегодняшний момент вот на этой многострадальной территории идет война, мы еще об этом поговорим, но тогда праздничные толпы стремились навстречу войску, люди действительно взбирались на стены, крыши домов, готовые приветствовать от всей души приветствовать своего нового царя. Город был весь украшен венками. Вот давайте, кстати, посмотрим, насколько часто этот момент изображался на самых разных произведениях, в самой разной технике, потому что вот это уже, например, знаменитый гобелин, он тоже хранится во Франции, но ковер, который очень часто выполнялся по рисункам того же Шарля Лебрена. И вот, собственно, этот гобелин изображает тот момент, когда комендант Вавилонской крепости прославлял Александра так, как будто бы он был победителем милостью главного бога Агура Амазды, а халдейские жрецы вышли навстречу Александру. Ну вот поскольку я уже второй раз упоминаю такое слово, как халдеи, давайте мы с вами немножко остановимся на нем. Потому что, несмотря на тот факт, что о Вавилоне мы несколько раз уже так или иначе упоминали, вот мне кажется, о халдеях мы еще не говорили. Вообще, я это слово знаю с детства, потому что я очень хорошо помню и обожаю один из наших лучших советских фильмов «Республика Шкит», снятый по знаменитой книге Пантелеева, который сам когда-то в детстве был без призорников. Вот если вы помните, когда беспризорники решили взбунтоваться по определенным причинам и стали в буквальном смысле слова сражаться со своими учителями, они кричали «Бей халдеев!» Вот, собственно, из этого замечательного фильма я эту фразу помню. А кто такие халдеи, я не знала. Ну, я понимала, что это какое-то иносказательное выражение, но она у меня связалась только с республикой Шкит и вот с тем, что ученики держатся со своими учителями. А потом со временем я узнала, что халдеи это вообще-то семитское племя и мне не очень понятно, почему ученики вот обзывали своих учителей евреями и кричали «Бей халдеев!» Ну, тем не менее, вот поверим Пантелееву, что, наверное, вот в 18-м году петроградские беспризорники это слово знали. На самом деле, халдеи – это павелонское слово, семитское, звучит оно как «халду» или «колду». Это имя народа, который действительно жил, семитский народ, семитское племя, которое жило в первой половине первого тысячелетия до нашей эры, уже жило в Южном Месопотаме. Вот, собственно, в том районе, о котором мы с вами говорим. Халдеи довольно долго вели борьбу с Оссирией за обладание Вавилоном. Вот, кстати, давайте на следующем слайде мы с вами посмотрим, как иногда изображали этих знаменитых вавилонских мудрецов. И, собственно, несмотря на то, что халдеи были пришлым племенем, они в 626 году все-таки захватили Вавилон и даже основали свою династию, халдейскую династию, которая правила во времена так называемого Нового Вавилонского царства. Первоначально воинственные бедуины, состоявшие одно время на службе у осирийских царей, вот в 626 году они захватили Вавилонский царь, и первым таким царем был халдей Набу-Паласар. Вообще, халдеи славились своей восточной образованностью, ученостью, вот они всегда считались там магами, чародеями, и часто даже в каких-то детских сказках или, скажем, вот в операх Моцарта часто присутствуют восточные вавилонские мудрецы, их изображают в таких островерхих шапках, со звездами, на этих конических головных уборах. Действительно, в старину слово халдей было синонимом звездочета, мага и прорицателя. Считается, что, в общем-то, из их легкой руки на всем Семитском Востоке получили распространение амулеты, талисманы, приемы первобытной магии. И, собственно, само слово маг, магус, мы тоже с вами узнали от греков. Магус, то есть таинственный, непонятный, вот, чародей. Именно так они называли жрецов у вавилонян. И, собственно, вавилоняне тоже потом стали именно этим греческим слогом маг, называть своих жрецов. Но, в принципе, это название племени, как мы с вами уже уговорили, семитского, поэтому та часть Месопотамия, о которой мы с вами говорим, имела даже раньше два названия, Вавилония или Халдея. Хотя Халдеи были пришлым племенем, но все равно они жили довольно долго, и поэтому местность так и называлась или Вавилония или Халдея. Это царство в плодородной равнине Синаарской, в 50 милях от Багдада, например, современного, в 40 от Персидского залива и в 130 милях от Иерусалима, вот если так сориентироваться. Хотя, на самом деле, Халдеями сейчас называется и одна из иунеадских групп римско-католической церкви. Это католики халдейского или персидского обряда. Впервые они появились на Кипре в середине 15 века нашей эры. Сейчас численность вот таких халдеев, католиков, примерно полмиллиона человек. Живут они преимущественно в Ираке, в Иране, в Турции, немножко в США. И язык литургии в халдейской католической церкви старосирийской. Вообще, они не очень отличаются по своей обрядности, но тем не менее интересно, что в составе католической церкви есть халдеи. А вообще в историческом плане халдеи это вавилонские жрецы. И Александр, как человек дальновидный, вступив в Вавилон, он сразу понял, с кем нужно в первую очередь установить очень хорошее отношение со жрецами, что, собственно, он, например, сделал в Египте. Там его жрецы объявили потомком бога, здесь жрецы объявили его царем Азии. И вот, вступив в Вавилон, Александр приказал в первую очередь восстановить все разрушенные вавилонские храмы. Дело в том, что, когда персы Вавилон захватили, а персы и вавилоняне совершенно разные вещи, вавилоняне два раза поднимались на страшные восстания против персов в свое время, они их не очень любили. И вот, когда Аксеркс захватил Вавилон в очередной раз, он приказал разрушить многие древние вавилонские храмы, в том числе самый главный храм Белла, знаменитый вавилонский зекурат. Вот, чтобы начать не с разрушения, а с восстановления, то есть с положительного момента, Александр в первую очередь приказывает восстановить вот эти древние храмы. Но, надо сказать, что и без них Вавилон производил потрясающее впечатление. Наверное, в Македане они видели много городов, но ни один из них не мог сравниться с Вавилоном. Вот этот город, овеянный традициями былой славы, старинной архитектуры, действительно поражал и мощью своих стен, и необозримым лабиринтом огромного царского дворца, роскошью святилищ, храмов, огромными причалами, огромным мостом через Ефрат. Дело в том, что эта река разделяет город как бы на две части. Вот давайте мы с вами посмотрим, как выглядит реконструкция Вавилона. Ну, согласитесь, даже по сегодняшним меркам это большой город, но этот город был построен там еще задолго до Александра. Вот вы видите главную улицу, так называемую священную дорогу, которая проходила через ворота Иштар, от этих голубых ворот влево и вправо идет вот такая многоступенчатая, огромная, мощная крепостная стена Вавилона. И вот, собственно, торжественный въезд Александра с войском происходил вот через эти ворота Иштар, и это было своеобразным триумфом победителя. Вспомните, что через триумфальные арки римляне проходили, и даже, собственно, у нас в Москве раньше было полно триумфальных арок, которые устанавливали после очередной военной победы. Сейчас только одна сохранилась неподалеку от поклонной горы. А так, в общем, это очень давняя традиция, когда через главные городские ворота проходят торжественные процессии победителей. И вот, если посмотреть, там, на горизонте этого слайда видна очень высокая башня, Зикурат, то есть храм, такая кирпичная громада ступенчатой башни и Томинанки, одного из главных богов Вавилона, буквально это слово переводится как храм краеугольного камня небеса земли, это Минанки. Вот, собственно, так называлась примыкавшая к главному святилищу Вавилона вот эта башня. И, возможно, она, а, возможно, другой какой-то Зикурат стал прототипом вот знаменитой Вавилонской башни, которая упоминается и в Библии, и стала символом человеческой гордыни, смешения всех языков. Да, вот Вавилонское столпотворение, это какие-то метущиеся люди, которых очень много, которые говорят на разных языках, не понимают друг друга. И вот, может быть, даже Вавилонское столпотворение является аллегорией того, как трудно людям разных культур понять друг друга. Они давно к этому стремятся, но у них это никак не получается вплоть до сегодняшнего дня. в тот период, в тот период, о котором мы с вами говорим, это была еще очередная попытка соединить самых разных людей. И соединить, в первую очередь, мирным путем, как бы уважать традиции, веру, это в первую очередь, что нужно, когда вы приходите к другим людям. Не делать их похожими на себя, или не становиться похожими на них, не создавать одну единую общность без всяких половых и национальных признаков, а просто сохранять то, что у этих людей есть. И вот, собственно, по договоренности с вавилонскими халдеями Александр сразу совершил царские жертвоприношения новым богам. И благодаря вот этому акту, который вавилоняне очень оценили, он сразу в нарушении обычая, еще до наступления весны, когда на Востоке празднуется Новый год или Навруз, самый главный праздник, мы еще об этом поговорим, вот Александр был провозглашен правителем Вавилона и царем будущей новой империи, царем Азии. Раньше, надо сказать, даже местные цари только во времена Навруза, Нового года могли прикоснуться, как тогда говорили, к рукам бога Мордука, чтобы узаконить свою власть. То есть, новый претендент на власть только во время Нового года мог прикоснуться к богу Мордука и таким образом получить от бога свою власть. А теперь было даже сделано такое невиданное исключение. Александр, как некогда другие вавилонские цари, стал называться царем всего, царем четырех стран света, царем владыкой всей Азии, то есть, он в Вавилоне был объявлен властелином мира. Вот это тоже был такой очень значительный правовой акт. И вот такой радостный прием, оказанный македонцам и Александру, во многом был связан с надеждами на его веротерпимость, а также был связан с давней затаенной враждой к персам в Вавилоне, как я уже говорила, поскольку город помнил свое великое прошлое и стремился его восстановить. Вообще Вавилон не ошибся. Дело в том, что потрясенный Александр, именно Вавилон предпочтет всем остальным великим городам Азии и решит сделать его столицей новой великой империи, новой цивилизации. В этом городе, который буквально в натуральном смысле слова осыпал Александра розами, он неожиданно умрет. Он не успеет сделать его столицей, он умрет, но это случится спустя несколько лет. А вот пока Александр в очередной раз мог представить в роли избавителя от персидского ига, благодарные вавилоняне были более чем радушными хозяевами. Солдаты и командиры пришедшей армии были размещены в роскошных частных домах и никто из них не знал нужды ни в пище, ни в вине, ни в женщинах. И помимо куртизанок пришельцы пользовались, как отмечают многие античные авторы, расположением очень многих местных жительниц, включая женщин и девушек из лучших семей. Вот более месяца войско Александра отдыхало, пользовалось гостеприимством и соблазнами распутного города, как тоже, кстати, часто называли Вавилон. Потом воины довольно много забавного рассказывали о проделках вавилонского полусвета. Но вот сейчас, поскольку у нас осталось еще время, я хотела бы в заключении поговорить о том, на чем мы остановились в нашей предыдущей лекции. Вот этот великий город с великим прошлым, краса Халдеи, как его называли, на самом деле он очень часто упоминается в Священном Писании и является он символом антихриста, символом конца света. Вот есть такое выражение, как «Вавилонская блудница». Вообще блудницей в Священном Писании обозначается непотребная женщина или вообще нечестивый и развратный образ жизни. Вообще в Вавилоне, вы нам знаете, была самая популярная богиня вот эта, ее так изображали с роскошными формами, богиня любви иштар, в честь которой действительно совершались такие на наш взгляд Орги, но с точки зрения вавилонян праздники во имя будущего урожая и так далее. Для людей других эпох, не той, о которой мы с вами говорим, вот в силу ряда причин именно Вавилон стал символом самого большого и нечестивого греха. В Вавилоне действительно подобных женщин было очень много. Как и вообще на Востоке. Блудницы отличались от честных женщин одеждой, цветом волос. Вот в Элладе, например, рыжим цветом парика, который носили гетеры. Кстати, даже в Риннабальзак в Париже проститутки тоже красили волосы в рыжий цвет. Блудницы также отличались своим местоположением. Обычно они ждали своих клиентов у ворот, что на дороге или на площадях. Вот давайте мы, например, посмотрим, как изображал великий немецкий художник Альбрехт Дюрер в 15 веке тоже апокалипсическую уже блудницу. Сначала они брали за свои услуги только козленка, но со временем стали очень богаты. Ну, мы можем вспомнить, скажем, какую-нибудь там Чичалину, которая живет в квартале миллионеров и являлась во время депутатом парламента. Правда, я могу сказать, что некоторые блудницы стали великими христианскими подвижницами и святыми, потому что, в общем-то, страшен даже не сам грех, а вот как бы упоением. Как написано в одном из псалмов, сердце сокрушенное смиренно Господь не уничижит. То есть он никогда его не унизит, обязательно человека простит. И вот я вам напомню, например, что Мария Магдалина, бывшая знаменитая блудница, удостоилась чести быть самой первой, кому явился воскресший Христос. Есть еще очень знаменитая христианская подвижница Мария Египетская, которая тоже отказалась от своей прежней жизни и много лет одна жила в пустыне во искуплении своих грехов. Потому что покаяние не остается без прощения, но другое дело, когда человек упивается своим грехом и, скажем, я думаю, что на сегодняшний момент мы это видим довольно зримо. Вообще не прощаются только два греха, как написано в Священном Писании. Это хулана Святого Духа и соблазнение невинных душ. Вот, например, в русской летписи эта блудница изображалась примерно так. Вы сейчас конкретно видите изображение вавилонской блудницы. Иногда она бывает еще более отвратительная в цветном особенно варианте. Это вот на красном таком страшном чудовище. Это символ Вавилона. Оно обычно такой рогато, еще более страшное, со многими головами. Почему много голов? Потому что грех действительно проникает, охватывает человека отовсюду. Женщины часто изображают не такой целомудренный, как здесь, а совершенно обнаженный, с огромными сосками. Она тоже красная, с открытым ртом, у нее такой огромный красный язык. Но вот именно вавилонская блудница является символом окончательного падения человека. Наверное, если задуматься, вот интересно, именно женщина, Богородица, удостоилась чести быть вознесенной на небе и находится рядом с самим Господом. Именно женщина, как считали первые христиане, и, думаю, небезосновательно, станет символом конца мира. Она является и символом начала, и символом конца. Женщина, может быть, и абсолютно безгрешна, и она же принято... Вот когда пойдет женщина, тогда, наверное, уже пойдет и весь мир. И я считаю, что вот на сегодняшний день, когда даже подходишь к любому киоску для того, чтобы купить журнал по вязанию, и видишь не журнал по вязанию, вот трудно найти в этом киоске, потому что ты только видишь вот то, что можно как бы квалифицировать как вавилонскую блудницу, и даже не важно, что известная певица распинает себя на сцене, просто на самом деле... Вот давайте мы еще посмотрим еще один слайд, как изображали въезд вавилонской блуднице в очередной город. Видите, люди ее на самом деле встречают, упав на колени, они не очень понимают, что происходит. Но как бы это непонимание не совсем освобождает от греха, тем более, что кто-то понимает и наоборот соблазняет невинные души. Я уже сказала, что этот грех не прощается. А другие, скажем, действительно верят в то, что вот этим грехом нужно заниматься очень регулярно, это хорошо для здоровья, хотя я думаю, что для здоровья желательно регулярно чистить зубы. А все остальное это грех, и если вы это совершаете, то, наверное, в принципе, в этом нужно покаяться. А если вы этим упиваетесь, и тем более возводите эту степень доброводителей, тогда это уже один из признаков конца света. Но вообще, о Вавилонской блуднице довольно подробно можно почитать в Откровениях Иоанна Богослова. Это замечательная книга, которая называется «Апокалипсис». Кстати, это «Откровение». Книга была написана и на греческом острове Патмос, где эти откровения Иоанн Богослов и видел. Ну вот, наверное, Господь открыл ему, почему именно из того города, о котором мы с вами говорили в этой лекции, именно отсюда придет то, что будет означать конец света, или, так скажем, Вавилонская блудница. И действительно, наверное, даже сама судьба этого города, который превратился в маленькую заброшенную деревушку, эта судьба, наверное, является символом того, что на пути греха нужно вовремя остановиться. Но я думаю, что об этом мы с вами уже поговорим в нашей следующей лекции. А пока всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok